В Ульяновской области нет ни одного района, где бы не работал и не писал свои творческие произведения. Заслуженный художник РСФСР, почетный гражданин области и города Сенгелей Иван Васильевич Лежнин. К столетию живописца в музее Пластова открылась выставка «Волжская хроника». Почти полвека своей жизни Иван Васильевич посвятил Ульяновской земле. Он воспевал эту землю и живущих на ней людей в своих картинах и статьях. Тема сельская была очень дорога. Он знал многих представителей сельской интеллигенции, разных передовиков сельского хозяйства, героев, труда. Он их изображал на своих портретах, изображал особенности, уклада такого сельскохозяйственного жизни в той эпохе советской. На выставке экспонируется 20 произведений из фондов Ульяновского областного художественного музея. Пластовские приемы можно заметить в некоторых выставочных работах Лежнина. С Пластовым его связывает и общая тематика. Это деревенские пейзажи, портреты дружников села, зарисовки сельского труда. Есть портрет у нас доярки Александры Дмитриевой из колхоза «Маяк революции». Это Сурский район. Таярки, это же люди, которые такие наиболее общительные. Я думаю, когда Иван Васильевич Лежнин приезжал, он зачастую узнавал о каких-то новостях от них. Многие из них были очень такими людьми красивыми, интересными. И он их, конечно, тоже изображал. Иван Васильевич и сам был деревенским. Он родился в 1924 году в селе Большая Мирянка, Пижанского района, Вятской губернии. Сейчас это Кировская область. В русской семье крестьянина. С 1942 года он стал участником Великой Отечественной войны. Об этом периоде жизни художника рассказывает документы из Государственного архива новейшей истории Ульяновской области. В 1941 году он попадет сначала на военный завод, а уже в 1942 году будет призван в ряды Советской армии на фронт Великой Отечественной войны. Будет участвовать в прорыве и снятии блокады Ленинграда, за что будет награжден медалью за оборону Ленинграда. Также во время войны он получит два ранения в 1943-1944 году. Один из документов показывает, ну, вернее, справка, которая рассказывает о его ранении. После войны Лежнин обучался в Академии художеств Латвийский СССР. По приглашению своего друга по Академии Алексея Маторина в 1957 году Иван Васильевич переехал на постоянное место жительства в город Ульяновск. Он близко знал Дмитрия Архангельского. С Аркадием Пластовым его связывала долгая дружба. Был знаком со многими ульяновскими художниками старшего поколения. Он писал воспоминания о них, будучи внештатным корреспондентом «Ульяновской правды». В 1980 году, скучая по деревенским просторам, Иван Васильевич приобрел домик в Сенгелеи, куда выезжал каждое лето. В Сенгелеи им было создано много полотен. Некоторые из них тоже можно увидеть на выставке «Волжская хроника». Художник оставил богатое творческое наследие. Только в Ульяновском областном художественном музее хранится более 50 его работ. Ирина Антонова, Анатолий Рассохин, Уллправда ТВ.